Всем добрый вечер или добрый день. И это видео про хранение моей бижутерии, про хранение организации. Мне нравится, как я уже говорила, не все, как оно у меня есть, но для начала уже, мне кажется, неплохо. И начну я вам все показывать с того, что я уже показывала. Вот на этом шкафчике у меня лежат сережки висючие. Их я уже показывала, я даже про них немножечко вскользь рассказывала. Здесь лежат подставочки, которые мне подарила подружка, которая работала в магазине. То есть она работала в магазине в ГЭС. И у них была смена декораций, им разрешили что-то взять. И вот она взяла вот эти вот подставочки для браслетов и мне подарила. Короче, шикарный подарок, я считаю. Здесь у меня висят именно такие браслеты, которые я сейчас ношу. Ну что ж ты, все падаешь. Очень часто их вот именно вот так, на такой вот подставке, их очень удобно хранить. Я не знаю, мне кажется, что можно такое в принципе и само сделать. Потому что очень легко снять их. Есть, знаете, такие вот в магазинах, такие они как бревно, да, и на них напичкано все. Я считаю, что вот эти бревна, они не очень удобные, потому что, ну, долго снимать браслеты, те, которые посередине нанизаны на нее. Вот в этих ящиках у меня лежат до сих пор и долго еще, наверное, будут лежать еще кое-какие украшения и браслеты. Я вам их сейчас покажу. Постараюсь не растягивать все. Итак, это часть моих сокровищ из вот этих ящичков. И вот этот ящичок, он сверху лежал, коробочка. У меня вот так все рассовано, в основном браслеты и какие-то ожерелья. Вот это вот красивое в виде сердца коробочка из металла, из бодишопа. И сейчас я вам быстренько покажу, что в нем внутри лежит. И первое украшение из этой коробочки, это вот такая вот мощная тяжелая цепочка с вот такой красивой брошью, которую можно отцепить и использовать просто как брошь куда-нибудь. Она из Халхупер, это подарок моей подруге. Ну, тут не очень видно, но это не так важно. Вот, очень классная цепочечка. И висеть она нигде не может, потому что она слишком тяжелая. Следующее украшение отсюда. Это вот такое украшение. Знаете, я очень много украшений покупала на Бики и Алиэкспресс. И я вам скажу, что тошно-тош. То есть у меня двоякое мнение. У меня очень много приходило тут говна. И очень много, в принципе, хорошего. То есть, не знаю, вроде как оно и дешево. А из-за того, что вот иногда неудачные покупки, то иногда выходит так же, как если бы я на распродажах здесь в Германии покупала. Но вот это мне очень нравится. Ожерелье на ленточках. И оно где-то там, на тех просторах было куплено. Не помню. Так, еще одно украшение, которое я просто обожаю. И я его одеваю на особый случай. Так, вот оно такое красивое. Это из Аксессорайза. И в Аксессорайзе я покупаю исключительно на распродажах, когда распродажи 50 и 70%. Это я купила где-то года, наверное, два назад. У них шикарные были коллекции, когда вот эти вот украшения только, ну, были в разгаре, в моде. Обожаю. Сейчас мне не очень нравится их коллекция. Не считаю, что за эти деньги имеет смысл покупать то, что сейчас там в магазине. Следующее украшение вот такое. Тут камушек выполнен, он у меня есть. Надо просто приклеить. Вот это вот украшение я купила на Амазоне. Классное. Оно очень классное. Но вот этот вот немножечко такой голубой жемчуг. Он очень-очень легкий. Пластмассовый, конечно. Вот он чуть-чуть дешевит. А вот так вот вообще классно смотрится. То есть куплен он тоже за 3 евро, кажется. Ну, значит, на это цена была. Но очень классное оно. Следующее тоже купленное на Амазоне. Возможно, даже в комплекте с вот этим. А там есть такие акции и дешевле получается. Вот тоже на ленточках. Очень красивое украшение. Такое, я бы сказала, оно очень, как сказать, выглядит как дорогое. Знаете, могло быть запросто из аксессорайс тоже. Камушки такие классные. Очень хорошее украшение. Так, следующее. Это вот этот, это моя сестра купила мне и подарила. А купила она его в России. То есть, может быть, вы его видели в магазинах. Очень красиво смотрится. Очень женственно. И жемчуг тоже, ну, хоть пластмассовый, но такой тяжеловасненький. Очень дорого смотрится это украшение на шее. Так, вот это. Здесь только одна деталька серебряная. Вот этот крестик. Это подарок одной моей коллеге. Тоже, конечно, жемчуг. Бижутерия. То есть, бижутерия, не знаю, теперь... Но это не ювелирное украшение, только из-за того, что вот этот камушек серебряный. Тоже очень классно смотрится. Очень мне нравится. И вот это... Это, наверное, всем известно. Оно... Где только его не продавали. Но я купила его на Амазоне. Очень классно смотрится. Такой этнический стиль. Я купила зеленый, есть бирюзовый, всякий-всякий. Я, кажется, выбирала бирюзовый, пришел зеленый мне. Но я была счастлива, потому что потом я видела бирюзовый на ком-то. И бирюзовый все-таки чуть-чуть дешево смотрелся. То есть, вот это с зелеными камушками подороже смотрится. Оно такое легкое, но при этом смотрится классно. Вот. И все, что у меня там еще осталось... Ой. Они, знаете, тоже везде продавались. Ну, блин, я не знаю, откуда он здесь, ничего не написано. Подружка привезла из России подарок. Такой, блин... Такой вот классный парашют. Или... Не, не парашют, как это называется. Воздушный шар. И классная вот такая вот у меня заколка на волосы. Но я хочу ее переделать, потому что с волос моих она сладит. Она, кажется, из России. Я ее привезла в Россию, купила. Или в Германии. Я уже не помню. Запуталась. Вот в этом маленьком, красивом... Красивом... Как его называется? Это... Красивом сундучке у меня находится именно типа ювелирное украшение. На самом деле просто серебро. Так. Вот это, значит, от Пандоры с камушком. Из тряпочки сделанный браслет. Очень классный. Очень красивый. Такой нежный. Вот. Потом тоже Пандора. Пандора с камушками тут у меня лежит. Так. Это мама подарила мне брошь с... Ой, камушек отпал. Надо будет приклеить. Как это называется? Эти камушки. Смола. Засохшая. Блин, забыла. Не помню, как называется вот эта штука. Так. Ну, мне мама ее очень любит. Я тоже люблю. Поэтому маму не дарит вот эти камушки засунуть. Пока что-то... Нет у меня настроения именно на Пандору. Она не лежит пока. Я ношу ее подделки. Так. Вот это вот я просто обожаю. Это комплект, который мне тоже мама подарила. Это с тем же камнем, но он цветной. Блин, как же я могла забыть, как он называется. Значит, здесь колечко и двое сережек. Очень классно смотрится. У нас в Воронеже целый стенд от завода, который производит их. Не помню, где завод находится. Но в России он очень известный. И они много-много ювелирных вот таких вот украшений делают. Очень классный наборчик. Поехали дальше. Вот это мне подарила жена моего троерного брата. Серебряная штучка грузинская. То есть она... Они живут в Грузии. И это самодельная штучка. Не знаю, в принципе, по какому ее делают. Но очень красивая вообще. У моей коллеги, она тоже из Грузии. У нее постоянно вот такие интересные вещи. Она носит... Я всегда на них облизывалась, как красиво, как красиво, Натя. А вот теперь у меня тоже такое есть. Так. Это значит тоже серебряные классные сережки, которые мне подарила тоже мама. Мама такие подарки делает. У нее очень хороший вкус. Очень красивые сережки. Тоже серебряные камушки. Обычное стекло. Но они классные. Так. Вот это старенькая моя Нефертити. Очень ее люблю. Тоже серебряная. Она длинные цепочки. Так. Что тут еще есть? Колечки. Знаете, у меня пальцы стали толстые. То есть с 16 лет они у меня потолстелее. Это я раньше носила на среднем пальце. Теперь даже на вот этот вот не очень хорошо залазит. Такие дела. Так. Ну и вот тут цепочки. То есть это камушки просто так с моря. Так. Цепочки. Сережки. Ну ничего такого прямо интересного. Вот это классная коробочка. Она из супермаркета. И в ней были летом, я не знаю, наверное, год. Года два назад, наверное. Клубничка была вот так оформлена. То есть там клубника свежая продавалась. Вот в такой вот классной штуке. Я ее сохранила. Теперь у меня там браслеты. Браслеты. Я обожаю браслеты. Но не прям так их часто ношу. То есть тяжелый не ношу. Вот это подарок одной моей старой подружке, с которой мы уже, к сожалению, не дружим. Ну или к счастью, не знаю. Но осталась вот добрая память. Очень классик, красивый браслетик. Так. Вот это мне сестра подарила. И к нему есть еще такие же бусы. Может быть, вы знаете. Потому что оно из России. Мне очень нравится. Веселые. Прям как конфетки какие-то. Так. Вот это. Ну, в принципе, очень много. У меня здесь куплено с Алиэкспресс и с Бикой. Короче, не распутаю сейчас. Это два... А, вот распуталась. Это браслет такой. Так. Я его сейчас не соберу. Ну, короче, принцип такой. Жемчуг, цепочки и камушки. Классно. Тоже браслет. Здесь несколько вариантов вот этого жемчуга. Три цвета. Так. Вот эти... Ой, господи, что же все так запуталось? Так. Это пояс. Не нужно на него смотреть. Вот эти сейчас... Кого же они? Кажется, Собо. Как же его зовут? То ли Томас Собо, то ли как-то Собо вот рекламировали их. Это... Кто же их рекламирует? Миранда Кэр. Миранда Кэр рекламирует. Вот такие вот браслеты, украшения. Но это, конечно, подделка с вот этих чудесных сайтов. Но блестят, как не подделка, скажу вам. Стоили очень дешево по евро, кажется. Так. Вот это тоже с какого-то такого сайта. Типа деревянный. Но я думаю... Думаю, деревянный. Так. Вот это... Я купила в Одессе, когда отдыхала. Там продают около речного вокзала. Речного... Не, не речного вокзала, как речного. Около... Как это называется? Портовой вокзал. Блин. Я забыла, как это называется. Но вот там, короче, есть у них всякие поделки. Всякое-всякое продают. И вот такой браслет я тоже там купила. Щетки тоже. Такие же принципы, кстати, облазили они немножко. Так. Вот это ношу и как украшение на шею, и как браслет зеленый. Классно светится, правда? Вот вечер самое то, чтобы снимать такие видео. Так. Это еще один браслет. Змейка. Косичка. Косичка-змейка. Он тоже классный. Тоже с сайта куплен. Так. Вот это я купила когда-то. Не помню уже в каком магазине. То ли бежу-бежу, то ли еще какой-то. Очень люблю этот браслет с камушками. Он у меня уже очень долго. Камушки качественно сделаны. Ничего не выпадает. Так. Это я получила в подарок от Эвроше, когда там что-то купила. Классные летние браслеты. Вот такие браслеты были в комплекте с другими. Это я купила в обычном магазине. Так. Вот это тоже на какой-то сайте браслете купила. И есть еще клончик к этому. Классно. Мне всегда нравились вот такие браслеты. Так. Вот этот прикольный. Я обожала сумочки такие. Всегда трогала в магазинах. Правда, у меня в самой ни кошелька, ни сумки из такого не было. Но вы знаете, что это такое, да? Очень прямо терапия трогаешь. Очень приятно. Так. Это очень красивый браслет, который мне очень-очень нравится. Тоже с этого сайта куплен приятный сюрприз. Очень дорого сделан. Не помню, с какого сайта. То ли Амазон. Ну, иногда не помню. Так. Это тоже браслет, где цепочка трех цветов. Черная или темно-серая, серебряная и золотая. Очень красиво смотрится. В этой сумочке у меня тоже лежат украшения. Что-то я хотела вам организацию показать, а показываю теперь все украшения. Ну, вот так всегда. Ну, надеюсь, вам не скучно. Вот это из Аксессорайза магазина. Тоже с вот старой коллекцией, купленной на распродаже. Очень классная. Вот это вот тряпочная штука. Темно-темно-синяя. А вот это разноцветные тоже темно-синие камни и зеленые камни. Очень дорого смотрится. Красиво на свитер. Или рубашку. Шикарно. Так. Еще одно украшение, которое было куплено 3,5 года назад. Специально на свадьбу моей подружки под платье. Так, липнет что-то. Соединение очень красивое. Куплено в магазине Клэр в Кельне. Очень классно смотрится. Вот это значит Аксессорайз. Тоже классное украшение. Покажу вам вблизи. Очень красиво смотрится. Еще одно украшение Аксессорайз. Если кто-то увлекается, то наверняка у него это есть. Очень красиво смотрится. Блин, шалко камера не концентрируется нормально. Давай концентрируйся. Как без вот этих вот красивых штучек на волосы, на голову. Но я это ношу, знаете, в стиле хиппи. То есть на лоб натягиваю. Очень красиво смотрится. И вот эти вот две, они были куплены в Праймарке. Праймарк иногда классные вещи продает. Вот в этой коробочке у меня тоже браслеты. И не только браслеты. Вот это мой любимый. Я его давным-давно купила. Тоже один из любимых. Одно время носила не снимая. Так, вот этот я еще не одевала. С дешевого сайта. Очень хорошая находка. Там разного цвета было, но мне именно вот такой розово-малиновый понравился. Так, вот этот тоже классный, деревянный. Это я в каком-то магазине распродаж купила. Это сестра моя подарила. Кажется, это Кира Пластинина. Смешное имя для марки. Так, это тоже один из ЦОНТА. Я купила в магазине ЦОНТА. Классный браслетик старый уже. Так, это сестра подарила. Красота. Это браслет тоже сестра подарила. Я его на фотошутинг одевала. Очень классно смотрится на фотографиях. Это тоже сестра подарила вместе с вот этим. Смотрится тоже классно. Вот это из той же серии из Одессы. Одно время вот такие вот были очень-очень популярные браслеты. Знаете, чтобы больше на руке висело всего и чтобы оно гремело. Вот у меня такой есть. Так, ну и здесь вот, что я еще в принципе пока не носила. Мне, я заказала, подружке подарила, но сама я еще пока не носила. Потому что, знаете, были такие тяжелые слова. А это вот прям легкий вариант, но немножечко дешевый. То есть я пока не решаюсь понадобиться. Сережки. Классные сережки. Ничего не могу сказать. Еще одни сережки. Вот эти чуть-чуть, но выполнены не очень хорошо. Тоже куплены с этих дешевых сайтов. Почему я их туда не вешаю? Потому что я их еще ни разу не носила и, не знаю, пока у меня не было на них настроения. То есть там, что висят, какие вы видели сережки у меня в моей коллекции, это мои любимые сережки. Я их часто ношу. А вот это я еще ни разу не надела. Так на камеру красиво смотрятся, да? А вот если посмотрите, вот приглядеться вблизи, то чуть-чуть они дешево смотрятся. Ну не знаю, может быть, вдалеке тоже будет как на камеру смотреться. Классно. Так, вот такие у меня есть. Это запасные я купила. Сделаны чуть-чуть неаккуратные и оставляют дырки после себя на рубашке. Но об этом я рассказывала. Вот. Вот она, неупакованная. То есть я открыла, посмотрела, и мне даже дарить такое не очень хочется. Знаете, я дарю обычно хорошие вещи. Фигню всякую не дарю. Поэтому лежит у меня пока. Так, это на всякий случай я купила, потому что боюсь, что те сломаются. Ну что такое, короче, заказала я на всякий случай. Так, ну, в принципе, и сейчас у меня еще здесь, еще здесь еще яблочки. Такое есть еще вторая часть красного. Огрызки, короче. Вот такое же красное. И такой же, как этот огрызок зеленый. Здесь, когда я копаться не хочу. Как-то я очень сильно увлеклась вам показывать свои украшения. Теперь вернемся к организации. Короче, мои украшения, бижутерия. Вот в таком вот, когда я переехала, вот такой шикарный шкаф у меня оказался. И если здесь открыть дверь, то здесь висят часть моих украшений. Очень удобно, потому что здесь вот вещи лежат. Собственно, я повесила все украшения, ну, вот такие смоклеющиеся крючки. И они очень классные. Очень рекомендую. Сейчас я вам покажу, как они выглядят. Вот такая вот штука. Очень классная. В хозяйстве очень-очень может пригодиться. Вот. Но здесь я особо про украшения ничего рассказывать вам не буду. Они все с разных-разных мест. Про некоторые, некоторые, может быть, узнаете. Потому что вот, например, с сайта, не сайта, куплено на распродаже Джина Трико. Вот это подарок сестра подарила. Вот это Праймарк. Давно купила, но, знаете, недавно нашла, потому что оно где-то было мне в закромах. 4 евро изначально стоило, потом за евро продавалось. Так что, когда у вас откроется Праймарк, вы будете тоже наслаждаться его, как это называется, профитировать будете, короче. Вот. Короче, вот так вот у меня висят украшения. Это только часть украшений. Сейчас я вам покажу довольно-таки распространенный способ, как висят у многих, в принципе, я думаю, и хранятся украшения. На вот такой вот вешалке, на голубой, если раздвинуть вот мою одежду, то на вот такой вот штуке, в принципе, ее можно и самой придумать, и сшить. Хранятся у меня другая часть украшений. Здесь ободочки. Ободочки, всякие цепочки. Окей, ну, я, может, в другом видео покажу вам более подробно вот эти украшения, потому что некоторые я купила вот на дешевых сайтах. Если вам что-то понравится, то я вам потом дам ссылки. Вот это аксессуарис, вот это с России подарок, вот это с дешевого сайта, очень классно смотрится, так дорого довольно-таки. Вот, вот это я купила в Джина Трико, а такой же я купила, где же я купила? На сайте, Алиэкспресс, кажется. Вот, и вот эту вот, я ее обожаю, это подделка под Диор. Вот, шикарные. Они стоят у Диор от 300 до 500 евро. Ну, так как это не Диор, то вот. Так, у меня садится аку. Надо быстрее вам показать, что с этой стороны. С этой стороны у меня броши. Тоже на сайте заказаны вот эти часы под Кельвин Кляйн. Это, конечно, подделка. Мне подружка подарила, с России привезла. Вот эти часики я купила на Алиэкспресс, кажется, или на Бики. Прикольные часики, но чуть-чуть дешевые. Вот эти, кажется, тоже там же. Классные часы. Такой силиконовый ремешочек. И здесь некоторые-некоторые браслеты. То есть многие браслеты у меня лежат, как я уже сказала, там хранятся. Вот эти тоже я с сайта купила. Там было с ними весело. С торговцами я спорила. С Алиэкспресс. Но они дешевые по евро. Так что шикарная находка была в свое время. Так, ну, в принципе, вот это и все, что я вам хотела показать. Извините за то, что я затянула то видео с этими украшениями из коробочек. Но видно, да, что человек очень-очень хочет поговорить. Так что, может быть, потом я вам покажу, когда все идеально. Распределю еще как-то браслеты. Браслеты хочу по-другому расположить. Какие-то еще украшения тоже по-другому. Но пока вот у меня все хранится вот так и не иначе. Да, вот это классное тоже украшение. Тоже я купила на сайте, наверное, Алиэкспресс. Да, и на свитера. На зиму шикарно смотрится. Так, вот это тоже с бика. Мне кажется, вот эти два огрызка. Ну, качество средненькое такое, но прикольно. Еще что я вам хотела быстренько показать. В принципе, вот это я уже показывала. Зелененькие. Три органайзера с разными мелочами. Очень удобно складывать туда всякое. Вот в этом зеленом я вам показывала. Здесь у меня сережки, гвоздики. Все внутри кое тоже гвоздики. Здесь. О, вот это вот классное я недавно купила в Мюллере. Не смогла удержаться. Очень классные сережки. Циркунные. Так, и вот эти шарики мои любимые. Так, здесь тоже какие-то сережки. Но, короче, сережки показывать вам особо не буду. Здесь у меня лежат кольца. Вот эти, правда, крупноватые. И, ну, помещаются сюда как-то. Тут я обожаю. Магазинчик во Фрайбурге был. Турецкие из Турции. Сделанная бижутерия. Она прямо сворованная с подиума. То есть очень классные вещи они делают в этом магазинчике. Так, вот здесь более-менее кажущиеся дорогими кольца. Это из магазина Мюллер. Тоже у них классная бижутерия. Это тоже здорово смотрится. Вот это колечко под Кейт. Кейт, как ее там? Короче, принца Чарльза, жена. Вот. Под него сделанное колечко. Здесь даже написано, что оно серебряное. Но куплено с дешевых сайтов, поэтому оно не серебряное, конечно. То же самое. Вот это действительно серебряное. Так. Ну, короче, колечки здесь лежат. Всякие. Но про кольца когда-нибудь потом покажу. Так. А здесь всякие тоже мелочушки. Подвески, кулончики. Короче, такие мелкие эти, что очень удобно хранить именно вот так вот. Классная цепочка. Как-то я ее увидела в Мюллере. И в Росмане видела. Но не купила, пожадничала. А потом они пропали вдруг. А потом я увидела, где я ее купила. В Дэйме. В Дэйме, кажется. Где-то в одном из магазинов. Потом я ее нашла и сразу-сразу купила. Очень классно смотрится. Так, ну, вот такие вот. Вот такие вот тоже классно хранить именно здесь. Потому что... О, вот это я вам показывала. Моя любимая штучка. Ананас. Тяжелый. Так. Вот. Магнитная штука, сердечко. Куплено вот эти дела из Спинки. Магазин Спинки. То есть одежда. Ну, там и классные аксессуары продаются. Вот. Но здесь уже мелочи такие. Короче, вот такие организаторы, они органайзеры, организаторы. Они классно организуют вот всякие мелочи такие. Тоже очень рекомендую.